Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok Зашибать! И да компания не так долго представляет. Эпоха Алодуса, или куда свернул варфейс. Ну чё, как тебе новые пушки на ПТС? Я бы тоже хотел знать ответ на этот вопрос, Капитан Очевидность. Что там за пушки? Но извини, толком распробовать не сумел. Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И пришло время, наконец-то, поговорить о, знаете, наболевшем. О том, что происходит в варфейсе после смены команды разработчиков. И если по чесноку, не очень приятная тема, но нужны ли нам вообще такие разработчики? Начну с того, что вчера, играя на паблике и на РМе с сокланами, я решил пойти, я увидел, что, оказывается, у нас ПТС открытие. Я решил пойти попробовать пушки. Но играть там практически невозможно было. Мало того, что сам ПТС последние несколько месяцев пользуется такой популярностью, что комнаты приходится искать иногда по полчаса. И, кстати, они могут тут же развалиться, потому что народу тупо для старта не хватает. Так ещё и ПТС на этот раз влагал так, что любая катка завершалась, ну, максимум минуты через две после старта. Может, ты сгущаешь краски насчёт ПТС? А ты сам посмотри, Капитан Очевидность. Вот, друзья, геймплей, примерно минута с лишним, записанный на ПТС. Я опробую новую штурмовую винтовку KAC. О ней, конечно, будет отдельное видео, потому что, ну, толком распробовать я не сумел. Всё, что могу сказать на данный момент про две новые пушки, которые нам анонсировали, это то, что они выглядят так себе. Штурмовая винтовка, несмотря на все свои выдающиеся ТТХ, обладает одним очень неприятным минусом, а именно рандомной отдачей. Но об этих новиночках будут отдельные ролики. Когда-нибудь, надеюсь, будут. И когда они обещают решить все эти проблемы с ПТС? Это очень хороший вопрос, Капитан Очевидность. Когда же у нас включат ПТС? Собственно, когда его включат, тогда и будут ролики по новиночкам. Включают его со вчерашнего дня, то есть, получается, с пятницы. Сегодня у нас суббота. Время у нас точное 22.35. И ПТС у меня, во всяком случае, я обновлял, перезапускал игровой центр. До сих пор недоступен. Все нормально, все хорошо в духе Алодусов. Ты еще вроде хотел за читы поныть. А, точно, да. По поводу читов. Как вы знаете, объединение прошло хорошо. Это то, за что Алодусов можно похвалить. Хотя на самом деле Алодусы тут как раз скорее вообще ни при чем. Работали сотрудники Mail.ru. Ну и в принципе, за читы Алодусов мы тоже не будем ругать, потому что этим занимаются опять же сотрудники Mail.ru. А точнее, отдела мрак. Mail.ru античит. Но вообще, лучше не Mail.ru античит, а просто мрак, потому что это очень хорошо отражает эффективность работы данного античита. Он, мягко говоря, несовершенен. И вот некоторые моменты с РМа. Мы играли с Акланами. Идешь, идешь, такой, опа, бац, сквозь дым видно. Интересно, а откуда такая подсветочка взялась внезапно? Потом, бац, почему-то тап не работает, игроки команд не показаны. А потом, бац, когда матч завершился, вроде как нас всех выкинуло из комнаты, и вроде как никакой игры и не было. Перфекто! Может это просто вы, нубасы, вот и все? Какие нахрен нубасы, Кэп? Причем тут нубасы вообще, ты вообще видел, что сейчас после объединения творится? Вообще какая-то мистика пошла, без шуток, друзья. Появились какие-то странные ежи, птички, которые прям обладают какими-то сверхспособностями. Чуйка у них на уровне какого-нибудь супермена. Если, скажем, существует 3-4 позиции, где можно, допустим, засесть при охране плента, то такой ежик или такая птичка выскакивает на тебя за авика, выскакивает. Причем именно на тебя, на остальные позиции он даже не смотрит. Он просто выскакивает и при фаером с болтовки дает тебе в голову. И нет, друзья, это не шутка. И это не какой-то одиночный случай. Я решил поиграть с окланами и узнать, что там на Эрэме вообще творится. Месяц, наверное, а то и больше вообще туда не заходил толком. Я был в шоке! Эрэм стал нереально потным. И что самое интересное, потный он не в тех случаях, когда ты налетаешь на какой-нибудь клан, там, Мажор Тим с Альфа или каких-нибудь Теннесси с Чарли. Тут все понятно, потненько, соревнования, тяжело, туда-сюда, реальные противники. Но самые потницкие вовсе не они, а загадочные пацаны с ником Боец или Нагибатор 2-2-8, у которого два ежа. Кто-то скажет Твинки. Ну, пусть так. Однако их феноменальную чуйку стрелять сквозь дым, точно определять позицию противника, если их несколько, И бить прифайером болтовкой в прыжке, это, знаете, немного все-таки странно. Конечно, такие люди всегда были. Но в таких количествах я их вижу впервые. И эти пацаны заполонили все. От 21-й до 1-й лиги включительно. Что само по себе уже говорит, что что-то, по-моему, идет не так. Ладно, так при чем тут Алодусы? Да, по поводу Алодусов. Так вот, что хочется сказать, дорогие наши локализаторы, владельцы игры, компания Mail.ru. Я не могу сказать, что Алодусы плохие люди или плохие разработчики. У них были великолепные первые и вторые Алоды. Лично играл, это был топ в свое время. В те далекие времена это была прямо культовая игра. Потом у них был Алоды онлайн, ее хайят. Ну, вроде как она была в целом успешная, интересная, неплохой опыт. Я все понимаю. Но каким боком эти люди вообще разбираются в сетевых шутерах? Ребят, без обид. Но единственный проект, который они сами полноценно делали в жанре first-person шутер, это был проект W1. Так он назывался на закрытых тестах. И я в этих тестах принимал участие. Да, ходил за Mail.ru, мы там сидели, мы все пробовали. И потом мы с тестерами до них доносили, что тут, ну, многое не так. Ну, тут вообще не та динамика. Что вот это конкретно точно игрокам не понравится шутеров по любасу. Но ребята были настолько в себе уверены, что, в общем-то, все общение с ними перетекало в, ну, такой намек, скажем, что Ну, у нас-то инновационно, да вы не понимаете, да вот видите, да вот это. В итоге они выпустили проект W1 под названием Фраг. Который люто обосрался и практически моментально слился. Больше никто ничего про эту игру не слышал и, в принципе, наверное, и не хочется. Они, конечно, имеют право на, так сказать, new experience. Попробовать себя в чем-то новом, но пусть создают отдельную игру и работают над ней. Пусть туда они завузят своих космических каких-то пришельцев-персонажей. Пушки из World of Warcraft и соревнования в стиле, кто сделает больше багов или персонажей-жирафов. Проще говоря, скажу по-простому. А лодусы, может быть, и хорошие разработчики, но точно не для Warface. Кто-то скажет, ну, они еще учатся. А я скажу вам так, что учиться поздно. Пора уметь. И на данный момент, как вот игрок, не как блогер, как игрок, единственное, чем я доволен, это, наверное, в целом объединением серверов. Все остальное с момента прихода а лодусов, весь этот контент фэнтезийный, весь этот просто океан лагов, такого, ну, честно, ну, никогда даже близко не было, хотя Warface всегда славился техническими проблемами. Все это приводит меня только к одной мысли. Точно не этим людям работать над этой игрой. И кем ты предлагаешь их заменить в таком случае? Капитан, очевидно, что такие вопросы задаешь? Кем я предлагаю их заменить? Я что, тебе на какой начальника из Mail.ru похож? Ну, вообще похож. Спасибо, будем считать это комплиментом. В общем, такие у меня сегодня мысли. И такие вот предложения. А лодусы могут прекрасно работать над брекаутом, над чем-то еще, над консольным Warface'ом, да на здоровье. Ну, я вас очень прошу, ну, может быть, хватит завозить баги с PlayStation'а, которые там, сука, 4 года не могут починить, завозить наш Warface и тоже обещать их починить. Потому что фризы с мясорубок не исчезли, они существуют уже несколько месяцев, обещания приходят с каждым ПТСом, а ВОЗ и ныне там. Мы в дерьме! Субтитры создавал DimaTorzok